Во-первых, сам факт того, что мы узнаем о присоединении к тем или иным санкциям из сообщений госпожи Кетрина Эштон, верховного представителя ЕС по внешней политике, сам этот факт уже является унизительным для страны, для парламента Республики Молдова, потому что этот вопрос не обсуждался не в парламенте, насколько мы знаем, этот вопрос не обсуждался на заседании правительства. На этот счет не было принято никакого официального заявления. Но госпожа Эштон уже знает, что Молдова присоединилась к санкциям против России. Таким, если следовать этой логике, то мы завтра сможем проснуться и узнать из новостей о том, что в госдепе Соединенных Штатов Америки сообщили, что Молдова присоединилась к санкциям Соединенных Штатов Америки против России. Поэтому мы сегодня потребовали от правительства, от парламента провести слушание, пригласить премьера-министра Лянков на заседание парламента, пригласить министра иностранных дел, госпожа Герман, чтобы они дали соответствующие пояснения и ответили на наши вопросы. Кто конкретно берет на себя ответственность за присоединение к подобным родным санкциям. Мы сегодня слышали разные версии, что мы присоединились, но присоединились не ко всем санкциям, что мы вообще не присоединились и так далее. Поэтому на данный момент существует единственное официальное заявление. Это заявление госпожи Эштон. Заявление МИДа Молдовы, официального, опубликованного на сайте, нет. Более того, мы считаем, что Молдова вообще не должна рассматривать даже такую возможность, как присоединение к санкциям против России или против кого-то ни было, так как мы являемся нейтральным государством, мы должны соблюдать наш статус постоянного нейтралитета, прописанный в Конституции, и не идти на поводу у тех или иных игроков международных на европейском континенте. Мы не должны дружить с кем-то против кого-то. И в данном случае мы не должны дружить с Европейским Союзом против России или еще против каких-то ни было других стран. Продолжение следует...